Смертоносные болезни спокойно путешествуют на самолетах. Этот путешественник только что вернулся из страны, где свирепствует малярия. Всего неделю назад его укусил комар. Он не подозревает о том, что может быть заразен. Он уже инфицирован малярийным паразитом. Одноклеточным существом, прячущимся внутри его красных кровяных телец. Скоро путешественник заболеет. Достаточно одному местному комару аноферису укусить его, и он распространит свою болезнь. Комар всасывает зараженные красные кровяные тельца путешественника в своем крови. Малярия отправляется в путешествие по Америке. Теперь комар потенциальный убийца, и невозможно предсказать, куда он отправится. За свою жизнь, продолжительностью до трех недель, комар может пролететь многие километры, укусив до десяти человек. Он начнет сегодня вечером. За последние несколько лет в США было несколько вспышек малярии. По всему миру, малярия ежегодно поражает около 500 миллионов человек. Из них 2 миллиона погибают. В основном, развивающихся странах. Иммунитета нет ни у кого. Прошло 10 дней, с тех пор, как комар залетел в аэропорт. Малярия и паразиты в его теле превратились в магриподобных существ. Сейчас комар впрыскивает их в тело музыканта. Захватчики проносятся по его провинок на системе. У них есть единственное задача — поиск печени музыканта. Здесь паразит нацеливается в одну клетку. За следующие 6 дней, малярийный паразит размножится более чем в 20 тысяч раз. Это начало жестокой атаки. Осажденная клетка расширяется до тех пор, пока может выдерживать напряжение. Паразиты устремляются в кровяной поток. Включается иммунная система тела. Белые кровяные тельца нападают, окутывая паразитов. Малярия выживет только если сбежит, зарывшись в красные кровяные тельца. Внутри они что-то не угрожает. Там они будут питаться гемоглобином. Это жизненно важная часть их рациона. Музыкант пока не знает, какая битва происходит в его теле. Но укрывшийся в красном каменном тельце паразит насытился. И теперь он готовится к новой массированной атаке. На этот раз нападение носит глобальный характер. Теперь он знает, что что-то не так. Его тело заполонили миллионы паразитов. Ему срочно нужно прочувствовать. Ему никогда не было так плохо. Все больше и больше паразитов вырывается в тело музыканта. У него наступает шок. Его сотрясает лихорадка. Многие мучительные симптомы муририи вызваны токсинами, которые тело вырабатывает в пайпер с паразитом. Белые крылья и тельца начинают масштабную атаку. Но они не могут сдержать армию захватчиков. Температура тела больного поднимается до опасного уровня. Мышечный спазм вызывает неконтролируемую дрожь. Его жизнь в опасности. Существует четыре типа малярии. И у музыканта диагностирован самый опасный тип. Закачественная или церебральная малярия. В этом случае кровяные клетки становятся липкими и блокируют небольшие кровяные сосуды, идущие к мозгу. Нельзя терять ни минуты. Хинин – одно из немногих лекарств, способных убить паразита, вторгшегося в тело. Состояние музыканта стабилизировалось. Ему повезло, что он выжил.